Месяц назад я рассказал вам про 5 уникальных и малоизвестных мест в Болгарии, но это конечно же не все такие места, ведь в Болгарии их много. И сейчас настало время рассказать вам о еще 5 малоизвестных местах, но от этого не менее уникальных и интересных, которые на мой взгляд также стоит посетить, если вы вдруг оказались в Болгарии и желаете увидеть что-то необычное и не всем известное. Если вы не видели предыдущий ролик, то найти его вы можете по ссылке, оставленной в описании к этому или же по появившейся вплывашке вверху экрана. А если вы его уже видели, то давайте продолжим, но сразу после заставки. И кстати, привет! Карьковский Болгарин с вами! Прежде чем приступить к описанию новых малоизвестных мест, я вам предлагаю подписаться на мой канал, так как на нем вы будете в каждом моем ролике узнавать Болгарию по-иному, не так как ее показывают все. Ведь я болгарин и страну знаю очень хорошо. А еще у меня есть свой собственный взгляд на многие вещи, зачастую не совпадающий с взглядами многих, из-за чего он может не всем приглянуться, но зато он искренний. Вы можете прямо сейчас поставить на паузу этот ролик и посмотреть любой другой на моем канале, чтобы убедиться в этом. Но все же давайте продолжим. И кстати, это снова не топ-5, потому что все эти малоизвестные места распределены в произвольном порядке. Итак, место номер один – Экотропа из Карпаника. Есть места, от которых захватывает дух, а есть места, где вы сливаетесь в гармонии с окружающим миром, поглощенные невероятной красотой, живописными пейзажами и ощущением единения с природой. Именно к таким местам относится Экотропа из Карпаника, как она официально называется. Экотропа начинается в конце города Лукови, в направлении Софии. Там есть большая парковка, а дальше тропа разделяется на два маршрута, которые сходятся примерно через 4-5 минут. Первый немного круче и называется для молодых и смелых, а второй ровный и приятный для прогулок и называется для бабушек и внуков. После тяжелого спуска мы пришли к двум табличкам, на которых я думал, что тут будет написано «Пал смертью храбрых предыдущий Ярик», но оказывается, что одна табличка означает выход номер один для выносливых, то есть там, где мы спустились, а второй выход номер два для бабушек и их внучат. И туда и туда по 170 метров до конца. Оба маршрута сходятся у беседки, справа у которой в 100 метрах находится место, где можно взять на прокат байдарку или водный велосипед, чтобы прокатиться по реке. Молочно-голубой цвет реки Златнопанника делает тропу такой красивой и живописной. Этот уникальный цвет обусловлен высокой концентрацией карбоната кальция в речной воде. Как только вы минуете пункт проката водных велосипедов, вас ждет часовая приятная прогулка вдоль реки с великолепными видами, деревянными мостиками и поистине удивительно красивыми пейзажами. Несомненно, самым впечатляющим является участок, где вы идете по деревянной платформе, напоминающей мост под скалами, врезанными в речное ущелье, а река спокойно течет под вами, создавая зеркальный эффект. Вся длина экотропы из Карпанига составляет 12 километров. Около трех из них проходят вдоль реки и являются самой живописной и красивой ее частью. В конце тропы находится пещера Прохотна, более известная как Глаза Бога, о которой я упоминаю в своем видео о десяти фактах о Болгарии, которые вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к ролику или по всплывашке вверху экрана. Экотропа из Карпанига подходит для семей с детьми, пожилых людей и домашних животных. Лучшее время для посещения – ранняя осень или поздняя весна, когда пейзажи наиболее красивы. Погода благоприятна, а вероятность того, что река затопит тропу, минимальна. По всей длине тропы есть обособленные места для пикников и отдыха, поэтому здесь вполне можно провести целый день. После очередного мостика здесь вот такое место, беседочка. И написано «Почисти с лицебеси и бодиглотин, почисть после себя будет крутым». Тут даже можно приехать, скажем, со своим мяском и пожарить. Пожалуйста, сделать себе барбекю, шашлык, все, что хочешь. И тут покушать. Написано, что тут даже есть аптечка. А что у нас в аптечке лежит? Да, вот что. Тут даже есть прокладки, таблетки и всякие антисептики, если ты вдруг поранился. Полезная вещь, ни в коем случае не воруйте. Прогулка вдоль реки занимает около трех часов в медленном и неторопливом темпе. Я советую вам отправиться на экологическую тропу в середине недели и в ранние часы дня, чтобы вы могли насладиться спокойствием и красотой природы, когда на тропе еще нет людей. Место номер два. Атанасовское озеро близ города Бургас. Недалеко от Бургаса есть уникальное озеро, полное птиц, соли и людей. И оно розового цвета. Это Атанасовское озеро. Для любителей природы, это птичий рай Болгарии, где можно увидеть более трехсот видов птиц. Для любителей здорового образа жизни – место, где можно придаться здоровым процедурам с целебными щелоком и грязью. А для кулинаров – место, где добывают столь ценную поваренную соль. Она входят в комплекс бургасских озер и расположена к северу от Бургаса, а часть его южной половины находится даже в пределах самого города. Дорога Бургас-Варна делит озеро на две половины, но и они отличаются по своим характеристикам. Северная часть имеет лиманный характер, а южная – черты лагуны. Водное зеркало разделено дамбами и плотинами на бассейны разного размера. Его глубина составляет всего 30 сантиметров, а воды очень соленые. Но почему озеро розовое? Цвет озера обусловлен двумя факторами. С одной стороны, при такой высокой концентрации начинается кристаллизация солей магния, которые имеют красный цвет. С другой стороны, есть организмы, которые могут жить и в таких условиях. Например, одноклеточная водоросль дунавиэла солоноводная. Она содержит большое количество бета-каротинов, которые помогают ей справиться с осматическим давлением, сильным солнечным светом и другими вредными воздействиями при высоких концентрациях соли. Именно бета-каротины этого организма, а также высокая концентрация солей магния, продают водам озера красный или розовый цвет. Добыча соли ведется традиционным способом, который не наносит ущерба окружающей среде и не оказывает негативного влияния на обитателей заповедника. Это хороший пример того, как экономическая деятельность может не вредить, а наоборот поддерживать и защищать благоприятные условия для существования большого биоразнообразия в этом районе. Место номер три. Святилище Бегликташ или болгарский Стоунхендж. Древнее фракийское скальное святилище, расположенное на южном побережье Черного моря в Болгарии, в нескольких километрах от города Приморска, находится на отругах мыса Маслен-Нос на высоте около 210 метров над уровнем моря, площадь около 6 гектар. Мегалиты частично обработаны руками человека. Согласно проведенным исследованиям, деятельность человека в данном святилище происходит с конца Бронзового века. Самые ранние артефакты относятся к 7-5 векам до нашей эры позднего Бронзового века, а артефакты более поздних эпох к 4-2 векам до нашей эры и 4 веку нашей эры. В святилище были найдены останки оснований жилищ, культовых жертвенников. В Бегликташ проводились обряды, которые связаны с культом богини плодородия. В СМИ это место часто называют болгарским Стоунхенджем, есть также статьи, рассказывающие о внеземных энергиях. Название Бегликташ имеет турецкое происхождение и означает Беглик – налог, таш – камень. Это было место, где местные жители платили налоги в виде скота. Святилище состоит из множества огромных камней, образующих различные его элементы, и все они имеют звучные названия. Брачная лужа, алтарь, трон фракийского жреца, ступень богини матери, солнечные часы, лабиринт и прочие. В интернете можно найти информацию, будто святилище было открыто в 2003 году. Однако это не так. На самом деле Бегликташ известен болгарской археологической науке со времен полевых экспедиций Карла Шкорпела в Болгарию, проведенных в годы после освобождения страны от усманского владычества. Бегликташ пострадал от бургарских каменных рудников, поэтому исследователи, изучавшие святилище, отметили, что культурные слои были сильно разрушены и размешаны с ползанием породы и эрозии. В 70-80-е годы прошлого века доступ к объекту был невозможен, так как местность входила в границы охотничьей резиденции Перла, которую использовали Тодор Живков и Убо. Частичные археологические исследования центральной части объекта начались только в 2001 году. Социализация святилища как объекта культурного туризма началась только в 2003 году и сейчас это популярный туристический объект, который посещают по несколько десятков тысяч туристов каждый год. Место номер 4. Скальная арка возле Тюленова. Природа здесь неописуемо красива. Встреча моря и суши также чрезвычайно привлекательна благодаря причудливым скальным образованиям. Село Тюленово знаменито скальным образованием арка, безумно похожим на знаменитую арку Лазурное окно на Мальте, которая была разрушена в 2017 году сильным штормом. Скальная арка в окрестностях Тюленова привлекает тысячи туристов своей красотой и спокойствием царящими вокруг. Если вы решите посетить ее, то не пожалеете. Арка близ Тюленова знаковое место и остаться равнодушным к красоте этого места невозможно. Самый красивый вид открывается на арку вместе с прилегающей к ней скале Самотника. Отсюда невероятно красивые восходы и закаты. В Тюленово деревня расположена в муниципалитете Шабло, область Добрич и находится примерно в 80 километрах от Варни, между Шаблой и Каменбрягом. Как и на мысе Калиакра, скалы здесь окрашены в красный цвет. Это излюбленное место для встречи восхода солнца 1 июля, так называемый праздник July Morning. Стоит сказать несколько слов об этом празднике. Это ежегодный молодежный праздник Болгарии, отмечающийся с 30 июня по 1 июля. Он зародился как праздник хиппи в Варни в начале 80-х годов прошлого века, когда впервые группа молодых людей с гитарами собрались на берегу Черного моря, играла, пела и встречала восход солнца. Впоследствии это стало ежегодной традицией. Праздник назван в честь песни July Morning, британской рок-группы Юрая Хипп. Ночь на 1 июля к Черноморскому побережью Болгарии со всех концов страны стекаются группы молодых людей, которые вместе проводят время на берегу моря и встречают первые лучи восходящего солнца музыкой, песнями и танцами. Тысячи людей продолжают отмечать July Morning каждый год и по сей день. Междугородный транспорт в деревню Тюленово не ходит, поэтому добираться до нее удобнее всего на автомобиле. Скальная арка находится в непосредственной близости с деревней, а на обочине есть парковка, где можно без проблем оставить машины. Пляжа здесь нет, но несмотря на труднодоступность до моря можно добраться по тропинкам, но нужно быть очень осторожным. Для любителей тишины и покоя в деревне есть несколько отелей и гостевых домов, где можно остановиться. Несмотря на то, что здесь нет пляжа, это место привлекает болгарских и иностранных скалолазов, рыбаков и дайверов и, конечно же, фотографов. Это место также привлекает любителей прыжков со скал и других экстремальных видов спорта, но лишь немногие отваживаются на прыжок. Однако нужно быть очень осторожным с подводными валунами, а подъем обратно осуществляется по скалам, что не особенно приятно и удобно. Место номер пять – крепость Белоградчик. Крепость Белоградчик, также известная как Калето, крупная крепость на северном склоне Балканских гор в Болгарии, к северо-западу от города Белоградчик. Главная достопримечательность в северо-западной Болгарии, наряду с окружающими скалами прочудливых очертаний. Болгарское название Калето – не уникальное название для крепости Белоградчик, и происходит от турецкого слова «кале», что означает «крепость». Так что не удивляйтесь, если вы это название встречали и у других крепостей в Болгарии. Первая крепость на месте существующей была построена еще во времена Римской империи. Окружающие Белоградчикские скалы служили естественной защитой, поэтому стены нужно было строить только с северо-запада, и юго-востока. Толщина стен крепости составляет 2 метра в основании, высота – 12. Три отдельно укрепленные части соединены друг с другом при помощи ворот. Площадь крепости – 10 210 квадратных метров. Первоначально Белоградчик служил лишь пунктом наблюдения. В 14 веке царь Иван Срацемир расширил крепость, достроив несколько башен и стен перед массивами скал. При его правлении крепость Белоградчик стала важнейшей цитаделью Болгарии, уступая по размерам и важности только крепости Бабавида в тогдашней болгарской столице городе Видин. В 1396 году турки взяли крепость, после чего не только отстроили ее заново, но и усилили гарнизон для подавления восстаний Болгар после падения болгарского царства. В начале 19 века крепость вновь была перестроена турками, на этот раз под руководством французских и итальянских специалистов, с добавлением элементов турецкой и западноевропейской архитектуры. В 1850 году крепость сыграла важную роль при подавлении очередного антитурецкого восстания, а последний раз использовалась в 1885 году в Сербско-Болгарской войне. В 20 веке крепость Белоградчик была реставрирована, после чего была объявлена национальным памятником и передана в видение Краеведческого музея города Белоградчик. Я сам ее еще не посещал, но очень хочу посетить. Итак, это снова не все малоизвестные и уникальные места Болгарии, и возможно чуть более известные, чем те, что я показал в первом видео. А это значит, что я запланировал выпуск как минимум еще одного ролика на тему интересных мест Болгарии, который скоро увидит свет. А если вы напишите в комментариях ваши предложения, то может быть совместными усилиями мы соберем таких мест для двух или трех будущих роликов, поэтому пишите ваши комментарии и ставьте лайк, а также делитесь этим видео с вашими друзьями и близкими, чтобы как можно больше людей посмотрело ролик, ведь если он окажется успешным, то продолжением однозначно быть. А на этом все на сегодня, до новых встреч!